Вы на канале улицы Москвы И с улицы Новослободской мы сворачиваем на Сущевский вал Ныне являющийся частью третьего транспортного кольца Туда у нас получается в сторону Савелоского вокзала В сторону центра будет влево А прямо к Белорусской Ну, собственно, Сущевский вал Проходит в основном среди района Марина роща Является частью камер Калежского вала То есть образован из камер Калежского вала Это бывшая земляная насыпь, окруженная снаружи рвом и заставами Ставшая кольцом улиц, следующим за Садовым кольцом И вал был построен как военное укрепление Москвы То есть, по сути, как заградительное сооружение Вот Примыкал данный участок камер Калежского вала В бывшему селу Сущевское Что и определило его название Однако вот Конечный участок до проспекта Мира Дарижского вокзала Был построен только лишь В 70-х годах 20-го века То есть там, получается, противоположный Это самый новый участок Но впоследствии Сущевский вал Вошел в состав Третьего Транспортного Кольца При нашем покойном мэре Лужкове Юрия Михайловича Были построены мосты Эстакады Ну вот это Сущевский вал Получается Старая часть То есть он тут Существовал И до Постройки Третьего транспортного Как, скажем, улица Автозаводская Например Если брать Противоположную сторону Ну, начальный участок Располагается В Тверском районе Потом перейдет в Марьино-Рощу Ну, большая часть, как я сказал Это район Марьино-Роща Станция метро По краям Савеложская и Рижская И посрединке Собственно Располагается метро Марьино-Роща Здесь вот Мебельная фабрика Каскад мебель Что-то не осведомлено Функционирует ли она В данном В данном В данное время Вот Но Часть помещений Сдаются Под офисы Также здесь Располагается Хладбище Вот тот Зеленый массив Располагается 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 Продолжение следует... Новослободский парк. Небольшой парк локального значения. Можно сюда заглянуть также. Здесь вот даже доводилось футбол играть на этой коробочке. Когда-то. Давным-давно. Ну, сейчас тоже видим много, что благоустроено здесь в этом парке. Когда-то здесь вообще асфальтовое покрытие было. Сейчас вот газончики такие симпатичные. Вот. Ну, парк небольшой. Модно сейчас сделать зверушек таких из травы. Поехал электробус. Правильно, Савеловский проезд прямо. Огибает территорию кладбища. Остановочки пока старые здесь. Да, конечно, это одна из улиц, наверное, с самым оживленным движением в Москве. Ну, как и все, наверное, третье транспортное кольцо. Другое дело, что на большей части вот именно эта часть третьего кольца, она проходит у жилых домов. Что, конечно, неблагополучно сказывается на экологии. Вот. Меусское кладбище называется. Также существовало Лазаревское кладбище. Это как раз вот конечная часть Савеловского вала, по которому он проложен был уже до Рижского вокзала. По четыре полосы в каждой из сторон. То есть по восемь полос всего. Ну и заторы. Заторы тут бывают практически всегда. Также стоит отметить, что тут нет выделенных полос для общественного транспорта. Ну, это объяснимо. Все-таки это третье транспортное кольцо. Далее мы, значит, подходим к Тихвинской улице. В ту сторону она продолжится, как улица Двинцев и пойдет до фактически железнодорожной платформы Санкалит, которая сейчас не действует. А когда-то здесь ходили трамваи. В частности, девятого маршрута улица Двинцев на Новослободской и девятнадцатого улица Двинцев-Белорусская. Они пересекали Сыщевский вал по одноуровневому пересечению. Но в итоге трамваи закрыли. Объяснили это строительством третьего транспортного кольца. Ну, пострадал еще, например, двадцать седьмой маршрут, который был сокращен. Тоже он тут недалеко, но это уже относящийся к Краснопресненской трамвайной сети, так называемой, обособленной. А эти маршруты, два маршрута, относились к основной сети и закрыли их, к сожалению, без какой-либо компенсации. То есть, если там хотя бы пустили 727-й автобус, то здесь их просто закрыли. Вот такие-то дела. Ну, понятно, что троллейбус закрыли уже многими годами позже. Ну, его закрыли фактически во всей Москве. Вот, было это в прошлом году. Возможно, у нас на канале скоро ролик будет посвященный этому. Посмотрите, это какая же тут пыль на здании. Это все выхлопы. Вот, кстати, пошел электробус Т-42, который заменил собой 42-й троллейбусный маршрут. Ну, также бизнес-центр. Ну, и здесь тоже на этом доме, обращая внимание, запыленность стен и окон. Бизнес-центр крупный. Дальше за ним улица Налышущевская. И запишем.